Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу рассказать, как сделать тычок или спонжик своими руками из тех материалов, которые у вас есть. Вот у меня есть такой магазинный тычок. Им очень удобно рисовать какие-то повторяющиеся элементы, например, ягоды рябины, ягодки смородины очень удобно рисовать. Тех же самых цыплят, которые мы с вами рисовали, тоже очень удобно. Но не всегда есть возможность просто даже добежать до магазина. И не всегда в магазине продаются вот такие вот спонжики. Их легко сделать самостоятельно. Дети в моей студии пользуются такими спонжиками. Они, кстати, их делают сами. Все очень просто. Они работают так же прекрасно, как работает и вот этот вот магазинный спонжик. Смотрите, что вам потребуется. Потребуется какая-то ручка. Ну, мы берем обычно от старой кисточки. Можно взять также какой-то карандаш. Можно взять и палочку от суши, да? Вот. Или для суши, но тут не важно. Вот какую-то палочку, да? Какое-то основание вы взяли. И вы берете губочку. Губочку потоньше, губочку потолще. То, что у вас имеется вот в вашем хозяйстве. Нужно убрать вот эту часть губочки. Сейчас я ее уберу. Так. Вот нижнюю часть губки я убрала. И режу губочку по размеру примерно своего основания, да? Вот так вот, чтобы губка вот это вот основание очень хорошо вот огибала. Вот. Теперь можно взять веревочку, можно взять нитки плотные, можно взять бумажный скотч. Ну, вот вообще, что у вас есть? И завязать. Смотрите, оставляем небольшую ниточку вот эту вот. А все остальное просто сильно прокручиваем. Вот так вот. Несколько раз можно прокрутить достаточно сильно. Это можно сделать самому, не прибегая ни к чьей помощи. И завязываем вот эту вот ниточку. Вот такой вот спонжик получился. Вот эту часть вы можете срезать, и у вас получается очень аккуратный спонж. Так, что еще можно использовать? Для отпечатка можно использовать какую-то вот пробку из-под вина, шампанского. Тоже очень хорошо работает, если вам нужен кружочек достаточно большого размера, вот такого вот диаметра. Есть еще, знаете, какой тычок? Есть еще тычок, который вы делаете из кусочка ткани. То есть, вот берете ветошь, вот такую вот тряпочку, и складываете ее там один раз, два раза. Ну, один раз-то будет неудобно, но вот, например, вот так вот я ее сложила. И заворачиваю. Достаточно плотненько нужно завернуть. Но вот здесь вот нужно постараться, чтобы вот край этой тряпочки получился достаточно ровный. Чтобы вот все слои прокрутки, они получились ровненькие. И вот так вот проворачиваем вот эту вот тряпочку. Вот я ее провернула. Вот такая вот розочка получается. И точно так же ниточкой ее нужно зафиксировать. Вот такой спонжик получился. Сюда можно вставить какую-то старенькую кисточку, можно вставить палочку. И получится очень хороший тоже тычок. Теперь давайте посмотрим, как они работают. Возьмем краску. Так, давайте посмотрим. Вот такой вот тычок у меня из ткани. Так, вот он такой, такие отпечатки оставляет. Очень хорошо, очень удобно. И цыплят удобно рисовать, и размеры такие отличные, и ягодки винограда. Нужно будет чуть-чуть потом просто тоненькой кисточкой поправить. Видите, вот очень хорошие отпечатки. Тут даже если вы рисуете какие-то открыточки с маленькими букетами цветов, то получаются даже вот такие вот какие-то розочки. Тоже очень здорово, очень удобно. Давайте посмотрим, вот маленький тычок у меня. Так, какие он оставляет отпечатки? Смотрите, вот такие вот хорошие отпечатки оставляет маленький спонжик, маленький тычок. И сейчас чуть-чуть вот побольше вот такой вот попробуем. Так, чуть-чуть вот побольше. Хорошо тоже, тоже очень хорошо, очень удобно. Это проверенные спонжики, они ничего вам не стоят. Сейчас давайте посмотрим, какой отпечаток будет оставлять пробка. Так, ну вот где-то вот здесь вот мы сейчас ее сделаем. Так, ну вот такой вот неровный отпечаток она оставляет. Вот. Здесь знаете, что хорошо? Хорошо ее просто срезать. Вот я ее не срезала, и поэтому она до конца не пропечатывает. Но если вы ее срежете, или вот так вот просто, а, вот так вот можно, да, вот раз. И вот прокрутить ее можно вот так вот прокрутить, или еще что-то сделать. Вот. Ну, тоже очень неплохо, тоже как вариант можно использовать и вот такой вот из пробки тоже отпечаток. Ну что, работайте. Я всегда за хендмейт. Получайте такие спонжики, рисуйте цыплят, рисуйте виноград, рисуйте смородину, рябину. Это очень удобно работать вот такими спонжиками. Пока-пока, прощаюсь с вами. Спасибо.